Ребята, привет. 5 утра. Я иду на пробежку, сейчас встречусь с корешем и вместе побежим. 11 дней осталось до армфайта с посекой. Я узнал за этот армфайт дней, наверное, за 20, поэтому у меня как таковой подготовки не было. И уже силовые тренировки смысла делать нет. 11 дней осталось до соревнований. Я так попробовал, насколько я сильный. В принципе, форма более-менее нормальна. Но так, чтобы быть уверенным в себе, пока нет. Но самое главное, я начинаю сейчас больше отдыхать, стараться больше восстанавливаться. В последнее время я просыпаюсь в 5 утра, иду на пробежку, потом занимаюсь, читаю книги, занимаюсь тем, чем хочется заниматься. Ну и в 10 часов я уже еду работать. Короче, и ложусь в 22.00. Цели у меня, конечно, большие. Хочу поехать в США, побороться по ИФА на чемпионате мира. Но туда я не начал подготовку, поэтому я в межсезонье, так сказать, буду проводить армфайт. Я думаю, я покажу хороший результат. Ну, короче, посмотрим, как это все будет. Еще 11 дней. Неужели это не прекрасно? Сейчас побегаю, и потом буду купаться. Бомбически. Это магия утра. А вон и кореш подходит. Короче, вот мой кореш. И он тоже готовится. Всегда готовится. Всегда готовится. Да, но он боец за справедливость. Короче, вставать утром, говорит, тяжело. Но потом так хорошо. Да, сейчас начнем бегать. Так, ребята. Десять дней до соревнований. Я немного пробежался. Может километра полтора-два икры очень сильно забитые. Поэтому сейчас пройдусь пару километров. Я, короче, думаю, что вся эта хрень, которую рассказывают другие армрестлеры, мы не тренируемся, мы тренируем какие-то там экспандеры, какую-то эту херню делают, упражнения какие-то непонятные. Тренируются, как попало. Короче, говорят, что там и я не тренировался полгода, сейчас начну тренироваться. Это сила, он не тренировался полгода. Я думаю, вот эти все спортсмены, которые так делают, в скором времени отпадут. Мне просто очень смешно, в плане того, что где вы увидели, чтобы спортсмены топового уровня так ставились в халатных тренировках? Никто не следит толком за рационом питания, никто не ебошит, блин, в зале. Все, короче, говорят, что... Нет, все делают, что попало. Что попало, тренируются и так далее. Должен быть у спортсмена, если мы хочем, чтобы армрестлинг был реально красивым видом спорта, в нем нужно пахать не меньше, чем пахать в бодибилдинге. И ложкой, и в зале, и методика тренировок. И каждый, короче, армрестлер через день выкладывает видео в инстаграм, где он сидит с кальяном, короче, с пивом. Или я потренировался, теперь я могу выпить и пиво там, или еще что-то. Я считаю, что в течение 3-4 лет они все отпадут, так как это молодой вид спорта. И все спортсмены, которые в нем тренируются, они, можно сказать, на своих физических данных врожденных выигрывают. Но это скоро все закончится и останутся только пахари и реально спортсмены, которые заслуживают быть спортсменами, которые возьмут и будут тренироваться, так как тренируются люди на Олимпиаду, на чемпионаты мира, с режимами, с нормальным отдыхом. Без этого всего, да я полгода не качался, я, короче, сейчас 2 месяца покачаюсь и буду, короче, чемпионом. Это просто смешно. Для того, чтобы армрестлинг воспринимали на нормальном уровне, нужно быть реально нормальными спортсменами. И забыть про то, что вот генетика, потому что через определенное время этих генетиков больше не будет. Так как и в других видах спорта останутся только люди, которые нормально тренируются. Вот так. Итак, ребятки, каждое утро я после пробежки захожу на площадочку, вешу, растягиваюсь, делаю таких где-то 3 круга и восстанавливаюсь. Хочу сказать о Дмитрии Трубе. Смотрел у него видео. Чисто тип попал в топ-8. Он забрал место в топ-8. На него полагают надежды. У него есть фанаты. У него есть, как сказать, у него есть возможность заработать 50 тысяч долларов. И так халатно, как он ставится к первому кругу, где он сказал, что я уехал, я не знаю как я буду тренироваться, я буду в дороге тренироваться. То-сё, то-сики, босики. Короче, это всё полная хрень. Человек забрал место того, кому может реально оно надо. Потому что по тому, как он решил делать подготовку, я уверен, что оно ему не надо. Ну, вот так. Поэтому я и говорю, что в течение ближайшего времени спортсмены, которые не будут серьёзно ставиться к своей подготовке, они потеряются. Вот и всё. Даже взять меня. Вот у меня будет Arm Fight. Мои друзья, мои близкие, которые за меня переживают, которые хотят, чтобы я выиграл, которые болеют за меня. Фанаты, можно сказать. У меня Arm Fight. Я на этот Arm Fight, ну как сказать, я не готовился. Я ушёл в межсезонье. Полностью тренировался чисто по-своему. И мне предложили побороться за три недели до Arm Fight с Игорем Пасека. Предложили и сказали, там будут призовые, да. То есть, если выиграешь, можешь забрать денежек. Неплохо, неплохо, нормально. Как на зло. Как на зло там в категории. За первое место. Короче, вот. И мне приходится начинать форсировать и готовиться к этому Arm Fight за три недели. Хотя это недопустимо. И я тоже подвожу как бы и свои ожидания, и ожидания людей, которые хотят, чтобы я выиграл. И потому что идёт гонка за тем, что хочется постоянно бороться, хочется постоянно выигрывать. И одним словом, гонка за призами, гонка за тем, чтобы выиграть. За тем, чтобы для меня, для меня, как бы Arm Fight, предложение в Arm Fight, это как бы круто. Я хочу бороться, хочу выступать, хочу серьёзно готовиться, хочу всё это делать. И было бы время, отведено два месяца, три месяца, я бы сделал лучшую форму и выступил бы на все сто процентов. Я знаю, что я сейчас не в самой лучшей форме. Но этой формы, я почему-то думаю, будет достаточно, чтобы выиграть. Даже так, как я делаю, делать не стоит. Потому что это... Потому что, когда ты уже хороший спортсмен, то нужно подавать пример остальным. Как надо готовиться и что надо делать. А что, если остальные посмотрят и такие, да, можно не готовиться, можно уезжать куда-то там, три недели, четыре недели. Нет, этого нельзя делать. Если ты уже пришёл в спорт, то давай, делай. Если ты уже заявил, что ты лучший, то делай. А нет, то... то до свидания. Красотень! Девять, девять дней до соревнований. Я приехал в гости к родителям. Здесь красиво. Сейчас 5.30. Побегал. Класс. Просто класс. Мой верный друг, да, Найт? Да. Мой собакен. Посмотрите, какая здесь красота. Просто... Сюда, наверное, километра два бежал, пробежал, обратно. Икры забиваются. Потому что без отдыха каждый день бегаю. А так, в принципе, всё шикарно. Начинаю чувствовать, что руки восстанавливаются. Начинают крепчать. В зале я сейчас буду делать только где-то по... Где-то 30% от максимума рабочего. Ещё, наверное, дня 3-4 поработаю. Потом только с резинкой технически. И всё. 26-го. Это суббота. Я выезжаю в Киев. С Киева на Ужгород. 16 часов. Дорога не близкая. Но 27-го я уже буду в Ужгороде. И... Отдохну ночь, посплю. И 28-го будет Armflight. Я скажу так, что нужно... Иди сюда. Что нужно... Нужно хорошо готовиться. Нужно подавать пример другим начинающим спортсменам. Так как... Меня, если честно, очень сильно злит... То, как... Профессионалы... Да, в которых... Вот я, например... Хотел бы, чтобы выиграл, например, Силаев. Да. Но... Я знаю, что он не выиграл. И вообще, у меня такое чувство, что... Единственный достойный человек, который... Должен быть реально топом и чемпионом. Это только Ливан. Человек, который... Тренируется... Тренируется так, как нужно. Отдает силы. Все на тренировки. На втором месте... А кто на втором месте? Ну, возможно... Возможно... Лалит. Возможно, Лалит. В 95-й категории... Вообще... Все, короче... Непонятно. Джон... Непонятно. Тренируется он или не тренируется. Я считаю, что если взялся, то надо делать... Уже... Хорошо. Нормально. Вот. Поэтому... Я не знаю. Это так... философские размышления, но... То, как все забивают, а потом пытаются сделать... В лучшую форму. Я уже говорил. Это все... Через несколько лет исчезнет... И останутся только такие, как Ливан. И они будут держать топ. И будут... Будут лучшими. Кабан. Ладно. Не знаю, выставлю это или нет. Ну, короче... Выключаюсь. Буду бежать назад. Хорошего вам дня. Так. Сегодня четверг. Понедельник. Уже... Борьба. Армфлайт. Пробежался только что 3 км. Поплавал. На часах 6 утра. Самое офигенное время для пробежек. 5-6 утра. Но ложиться надо в 10. Периодически думаю, что я очень сильный. А периодически думаю, что вот это я зло. Уже скоро. Итак, ребята. Приехал я в Киев. Сейчас с Киева в 5 часов буду выезжать на Ужгород. Где проведется Армфлайт уже в понедельник. Сегодня у нас суббота. Встретился с Гуру. С другом своим. Всем привет. Он повел меня очень в красивый крутой парк. Да, тут есть тренажерочки. Так что сделаем такую миниатюрную тренировочку сейчас. Да. Короче, прогуляемся. Насытимся энергией природы. И вечером в поезд 6 часов в дороге. И будем... А вот как раз здесь площадочка классная. Атлетик Гум. Здесь все занимаются. Вы соединяйтесь. Джим. А вот центральный вокзал Киева. В принципе красиво все. Наверное. Красота. Через час. Через час. Ой. Скачал себе. Уже книгу. Друг посоветовал. Он любитель читать. Книга называется. Краткая история человечества. Сапиенс. Вот так называется книга. Будем читать. В последнее время что-то потянуло. А вот. Так что путь. И так видончик с балкончика. С отеля я уже приехал. Заселился. Заселился. Красота, да. В поезде было очень жарко. В поезде было очень жарко. И так. Вот номерочек. Все нормально. Кондишен есть. Стурик есть. Кровать есть. Ванная комната есть. Более-менее хорошо. Я бы сказал. Что у нас тут за видончик? И видончик здесь. Какая красота. Покушал. Очень хорошо покормили. И буду сейчас отдыхать. Отдыхну. А потом прогуляюсь. Итак. На часах 8.00. Я проснулся. Сегодня в районе 12 будет борьба. Я пришел покушать. Вот мой завтрак. Омлет. Овсяночка. И какая-то хрень. Еще одна. Адекурасан. Сыр. Чувствую себя нормально. Поспал всего лишь 6 часов. Чуть не доспал. Сейчас попробую покушать. Попробую покушать. Попробую нормально покушать. Потому что надо хорошо зарядиться энергией. И пойду назад в номер. Попробую поспать часок. Чтобы перезагрузиться. И уже полным сил. Короче. Пойти бороться. Я вчера загорал. И чуть загорел. Поэтому. Можно сказать. Что я чуть-чуть идиот. Так нельзя делать. И так. Место проведения соревнований. Это. Площадка. Спортивная. Которую открыли. Сейчас здесь проводится. Воркаут. Потом здесь будет проводиться. Армрестлинг. Три категории. Будут бороться. 80-90. 90+. И потом будет у нас армфайт. С Игорем Посекой. Вот. На улице жарко. Природа просто охрененная. Горы вокруг везде. Вокруг. Вокруг. Везде. Везде. Настроение хорошее. Сейчас. Посмотрим. Что и как. Настрой. Такarians. Игорь Пассека. Сириник Алимиченко. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И удачи!